Курская делегация Желанный гость и надежный партнер так и характеризовал Александра Михайлова, президент Беларуси Александр Лукашенко. Курская делегация уже не в первый раз посещает Минск и каждый визит открывает новые перспективы сотрудничества во всех направлениях. Очередная встреча не стала исключением. Это больше похоже на встречу давних друзей. В шестой раз Александр Михайлов посещает Беларусь. Подвести итоги и обсудить перспективные стороны дальнейшего взаимодействия. Я полагаю, что сегодняшняя наша с вами встреча с коллегами вашими позволит укрепить партнерские связи, которыми мы действительно дорожим. Убежден, что совместными усилиями мы сможем добиться тех желаемых результатов и тех рубежей, которые мы перед собой поставим. Александр Николаевич, я готов выслушать любые ваши предложения, замечания и критику. Мы с вами друзья давние. У нас одинаковые подходы практически ко всем вопросам. Я бы хотел в продолжении вашей мысли сказать самые искренние слова благодарности за то, что у нас в отношениях сложился доброжелательный климат. Хотел бы напомнить, что сегодня в этом году исполнилось 15 лет с момента подписания нашего соглашения в 2002 году. Одна из принципиальных задач визита – увеличить внешний торговый оборот. На сентябрь 2017-го он составил 96,3 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 40%. Мы продаем не все продукты, а аккумуляторы, тару из бумаги и картона, сахар и подсолнечник. Покупаем минеральные удобрения, обувь, шины и грузовики. На Михайловском ГОКе надежно работает техника БелАЗа. Кстати, белорусы не стесняются делать курянам финансово выгодные предложения, лизинг и льготное кредитование. Мы полагаем, что, конечно, с учетом тех мер, которые руководство Курской области предпринимает по восстановлению экономического роста, по выходу на еще более высокую динамику, чем это было в последние два года, мы рассчитываем, что и наша техника будет еще более выстреливана. Во всяком случае, мы предлагаем вам обратить ваше внимание на наши новинки. Во всяком случае, горный электротраспорт, который мы сейчас выпускаем, это электробус и троллейбусы с большим запасом автономного хоза на электроаккумуляторах, были бы, так полагаемо, для вас интересны. Посетили гости и предприятие «Амкадор». Это крупнейший в республике производитель дорожно-строительной коммунальной сельхозтехники. Такая не первый год работает в нашем регионе, но курскую делегацию заинтересовали новинки. Еще одно приоритетное направление – сотрудничество. В северо-западном микрорайоне Курска уже красуется белорусский квартал. Специалисты из соседнего государства готовы включиться и в стройку АЭС-2. Есть опыт и желание. Мы действительно готовы предложить услуги наших строителей. В настоящее время мы уже работаем в Российской Федерации, работаем достаточно успешно. Здесь мы готовы реализовать практически любые задачи в области строительства, любой сложности. Для этого у нас есть все силы, все мощности и все возможности. Культурно-спортивный комплекс «Минск-Арена» – еще одна остановка курской делегации. Именно этот объект выступил в роли знаменитого Монреальского форума во время съемок фильма «Легенда номер 17». Велодром, конькобежный стадион и, конечно, хоккейная арена, рассчитанная на 15 тысяч зрителей. К этому виду спорта в Белоруссии особое отношение, ведь сам президент мастерски владеет клюшкой. Взаимовыгодные перспективы получили официальный статус в подписанном соглашении о торгово-экономическом, научном и гуманитарном сотрудничестве. Делегация наша состоит из 45 человек, ну и более 30 из них – это руководители бизнес-структур. И сегодня новых предложений было высказано около десятка примерно. Так что есть над чем работать обеим сторонам. Ну а неофициальным итогом визита стало укрепление дружбы между двумя братскими народами с общей историей и общими интересами.